Эмма Полинок профессиональная швея. Изготовлением кукол она занялась еще в середине 80-х. Свою дочь мастерица воспитывала одна и очень хотела подарить малышке что-то необычное. Она сшила первую тряпичную куклу и это занятие ее очень увлекло. Но изготавливать обычные игрушки мастерице не хотелось. Городскую жительницу, родившуюся в областном центре, привлекали традиции деревенской жизни. Полинок села за книги по истории российской глубинки и, изучив ее, начала воплощать в своем творчестве образы жителей русской деревни прошлых столетий. Мне вот интересно, не столько костюм даже, мне хочется показать быт русских крестьян. Это вот физический труд был, действительно очень тяжелый. Но люди с удовольствием потом пели песни за работой, косили, пели песни, копали, пели песни. И это было здорово. Куклы Эммы Полинок многое могут рассказать о русской деревне и нелегком труде ее жителей. Вот мужчина несет дрова, чтобы растопить печь. Женщина с маленьким ребенком на руках отправилась в город в поисках лучшей доли. Нищие просят подаяния. А это парни на сенокосе. Есть в экспозиции и так называемые праздничные куклы. Девушки водят хоровод, сельские жители на крестинах и свадьбе. Каждая кукла, особенно я с женской стороны смотрю, я ее проживаю. Вот как в город она собралась с ребенком за лучшей долей. Как ее сватали. Я представляю какие-то волнения, я тоже это переживала. Кристина здесь есть, вот куколка. Меня переполняет счастье. Потому что это многих зарядит и дальнейшим продолжением творчества. Есть в экспозиции особая кукла. Ее мастерица старается показать всем. Это солдат, который перед боем пишет письмо домой. Бросает мешочек и пишет письмо. Я его немножко продиктую. Оно здесь написано. Завтра у нас бой. Вернусь живой или нет, не знаю. Но хочу вам сказать, мои родные, что даже если я не вернусь, знайте, что я погиб за свою любимую родину. Первая выставка работ мастерицы в 1991 году прошла в Норвегии. Европейцы с теплом встретили Эмму Полинок. И сегодня ее куклы вызывают большой интерес и в России, и за рубежом. Елена Храборкина, Екатерина Морозова, Сергей Анишкин. Вести Брянск.